Пока публика томится в ожидании, режиссер накладывает последние штрихи. Шведский журналист Йоханнес Вальстрем взялся за фильм «Медиастан» после того, как появилась на сайте Викиликс секретная переписка американских дипломатов с Вашингтоном о ситуации в Центральной Азии. И группа журналистов вместе с камерой отправилась в центрально-азиатское путешествие в поисках СМИ, которые бы опубликовали депеши Викиликса. И это состояние ума, как мы видим, оно существует так же и на Западе, как и здесь, и как в любых других местах. Эти пространства Средняя Азия и Нью-Йорк, что это зеркальные места, что они как бы символизируют нечто обратное друг другу. И мы вот таким образом хотели как-то показать, что на самом деле это не так. Первые герои в фильме «Медиастан» из Таджикистана. Редактор информационного агентства «Азия Плюс» после разговора с Джулианом Ассанджем соглашается на публикацию секретных дипломатических депеш. Меня здесь называют независимым журналистом. Он называется индепендентным журналистом. Это грубая ошибка. Это большой ошибкой. На следующий день зависимый от разных обстоятельств журналист находит причины для отказа. Это офис одного из самых цитируемых в Казахстане информагентств «Кастак» и журнала «Эксперт». Извиняющийся тон таджикского журналиста сменяется на более самоуверенную позицию главреда «Кастак», хотя он находится все в тех же условиях отсутствия свободы слова. Зачем вы это делаете, человек с добрыми глазами? Зачем вы приехали сюда и хотите опубликовать это? Вы скажете, допустим, это наша гражданская позиция. Журналисты Туркменистана, следуя правилам восточной дипломатии, вовсе уводят разговор в сторону натурального. Журналист выступает как ретранслятор для людей. Это, конечно, обидно так слушать, как ретранслятор, но у нас очень много своих задач. Я вам просто покажу снимки нашей природы. На десерт обсуждение увиденного самим автором Викиликс Джулианом Асанджем. Он вышел на прямую связь из посольства Эквадора. С собеседником он оказался увлекательным. Разговор с московской аудиторией затянулся на два часа. Центральная Азия как крем в торте. На нее с одной стороны давит Китай, а с другой – Россия. Ну а новый вкус добавляют в этот крем Соединенные Штаты, которые наполнили это пространство военными базами, секретными договорами. И когда на этот крем надавливают со всех сторон, то он выходит наружу. Режиссер Вальстром своих несмелых героев не осуждает, но почему-то не поощрил вниманием тех, кто решился на публикации. В результате редактирования материалов в итоговую версию не вошел визит в редакцию газеты «Республика», опубликовавший большую часть материалов от Викиликс. Мне сложно сказать, почему это произошло. Как я вам уже сказала, что они достаточно много времени уделили нам. И даже в рамках ихнего визита мы умудрились взять интервью по скайпу у Асанжи и в этот же день его напечатать, чем их очень сильно удивили. Поэтому теперь мне остается только удивляться, почему они решили это не использовать и никак не упоминать в своем фильме. Будет ли у Медиастана продолжение, покажет время. Авторам было важно понять образ мышления центрально-азиатских СМИ. В этом фильме им это удалось сделать.